Окей, друзья, в этом уроке мы с вами разберем контроль верхней и нижней карты при тасовании Riffle Shuffle. Итак, сначала мы с вами разберем контроль нижней карты. То есть, к примеру, у меня внизу 4 туза припасено. Я разделяю колоду, начинаю ее перетасовывать. Разделяю, снова начинаю ее перетасовывать. Снова разделяю, начинаю перетасовывать. Снова разделяю, начинаю перетасовывать. Как бы я ни тасовал, все 4 туза у меня остаются внизу. Далее, положу этих тузов наверх. И теперь я покажу вам, как выглядит контроль верхних карт при тасовании Riffle Shuffle. То есть, я делю колоду и тасую ее снова. Снова и снова тасую колоду. Но как бы я ни тасовал, все 4 туза у меня остаются лежать наверху. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем и подробненько посмотрим, как выполнять контроль верхних и нижних карт при тасовании Riffle Shuffle. Что ж, друзья, в этом уроке мы с вами научимся выполнять контроль верхних и нижних карт при тасовании способом Riffle Shuffle на столе. Итак, положите вниз 4 какие-нибудь карты. Я возьму 4 тузов. Теперь нам надо перетасовать колоду Riffle Shuffle несколько раз так, чтобы эти тузы все равно остались внизу колоды. Итак, как я это делаю? То есть, как я уже показывал, большой палец, средний палец левой руки у меня сдергивают вверх, большой палец, средний палец другой руки, правой. Меня чуть вытаскивают вниз. Таким образом тузы у меня сейчас лежат вот с этой стороны все. Для того, чтобы их сконтролить, я беру и во время тасовки сначала отпускаю именно их. То есть, я даю упасть небольшой стопке карт. В этой небольшой стопке может быть карт 5, 6, 7. Может быть 4. Ну, сделайте прям вот такой сброс прям нормальной стопочки, да? Чтобы вот... Ну, где у меня сколько сейчас упало? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот 6 карт. То есть, не обязательно учиться отлистать именно 4 или именно 2. Не заморачивайтесь. Возьмите, сбросите небольшую стопочку. И вот после того, как сбросили эту стопку, начинайте обычную процедуру тасовки Riffle Shuffle на столе. Также все это дело вставляется, подравнивается. Ну, тузы остаются, тем не менее, внизу. То есть, еще разочек. Положил, стягиваем, сбросили стопку, провели обычную процедуру тасования, подравняли. Тузы у меня остались снизу. Вот такой вот способ контроля карт при тасовании Riffle Shuffle на столе. Ничего сложного. Тот же самый способ контроля карт, но только уже наверху. То есть, у нас уже карты лежат все сверху. Так, что я делаю в этот раз? В этот раз я также стягиваю вверх, оттягиваю вниз. Начиная обычную процедуру тасовки, но когда у меня остается вот здесь вот небольшая пачка, не обязательно контролировать, чтобы именно долистать до 4 карт. Это придет со временем, с опытом. Сейчас вы просто оставляете небольшую пачку и кладете ее наверх последней. То есть, эти тузы также остаются лежать здесь. То есть, еще раз. Стягиваю вверх, оттягиваю вниз. Обычная процедура тасовки. Последнюю пачку кладу последней наверх. Среди этой пачки, конечно же, мои тузы. Подравниваю. Вот они у меня наверху лежат. То есть, еще разочек. Разделили. Перетасовали. Разделили. Перетасовали. Разделили. Перетасовали. Но тузы, тем не менее, у меня наверху лежат. Вот такой вот способ. Просто элементарный способ контроля верхних карт притасовки. Так что, если вам нужно поконтролировать верхние карты, можно использовать способ Reffle Shuffle. Достаточно положить карты на стол. Пару раз Reffle Shuffle сделать. Нужные карты все равно останутся наверху. Ну что ж, друзья, на этом этот урок закончен. Переходим к следующему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...